И всем привет, ребят! С вами Сервайк, если вы записываете новый ролик, в следующий видеоролик посвящен игровой тематике. Сегодня мы вместе с вами продолжаем обзор новых обновленных устройств и вооружений. И сегодня мы сыграем на пушке Смоки. Это та пушка, которая, ну, наверное, когда-то была одной из самых моих любимых. И та пушка, на которой я вообще играл в турнирах, да, в формате лайт. Попробуем реализовать одно очень интересное устройство, на котором я вчера покатал. Это устройство называется Суперкумулятивные снаряды, которые у нас с крита дают повышенный урон. Ну и это то устройство, которое у вас есть возможность приобрести даже за кристаллы. Под это устройство мы возьмем сегодня викинга. Попробуем реализовать именно викинга Смоку. Ну и по дрону, ну, наверное, давайте останемся даже на Гиперионе. Можно попробовать, конечно, и с Кризисом эту комбинацию, но давайте попробуем реализовать эту Смоку с Гиперионом. Также на Смоку вы знаете, что есть очень крутое устройство в виде штурмовых снарядов, которое мне очень сильно нравится. Есть Пульсар, тоже который хоть и занерфили, но он тоже вкусный. И есть относительно недавно появившиеся новые, ну как новые, оно как бы старое, да? Но новое с точки зрения баланса устройство, система высокоточного прицеливания, которое также увеличивает урон у нас на Смоке и которое дает возможность очень и очень неплохой наноски. Если вы хотели бы увидеть какое-то из этих устройств в дальнейших видеороликах, то его тоже можете написать по этому поводу в комментариях. Ну и если вы ждали подобного рода видос, то обязательно тоже не забывайте поддерживать данный видеоролик лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкоинов. Для этого у нас только игры в аккаунтике установите ему личный так-тактимпэ, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Ну а мы начинаем раскручивать нашу Смоку на Форесте. Резистов от Смоки сейчас в матчмейкинге практически никто не использует. Соответственно, реализовать это дело можно относительно несложно. Ну и, что самое главное, да, что Смока стало очень и очень быстро перезаряжаться. Я не знаю, в какой момент это произошло, может быть, с предыдущими обновлениями, но с любым устройством Смока сейчас очень и очень быстро перезаряжается. Но, помимо того, что она быстро перезаряжается, у нее исправился тот самый злорастный баг, который не давал на постоянной основе наносить большое количество урона, когда у вас выстрелы проходили сквозь противника. Сейчас каждый выстрел залетает четко в цель, и, соответственно, у вас есть возможность шикарнейшей реализации вашей пушки. Так, только мы пока что начинаем проигрывать эту катку, при том довольно плотно начинаем ее проигрывать. Нас уже тут начинают респить. Здесь уже и шары залетают от противников. Что-то тут какая-то прям лютая рубочка начинается, поэтому надо пытаться как-то на широкую здесь выходить. Но вот вы видите, да, перезарядка Смоки. Это просто жесть, да, то есть насколько быстро она стреляет. И когда нету резиста от этой пушки, это прям просто великолепно. 10 минут до конца мы уже в 15 килов начинаем лететь. Просто в 15. Мне нужно постараться занять какую-то позицию, и стараться уже от этой позиции накидывать как можно больше урона. Все-таки я взял Гипериона, соответственно, мне лучше дольше жить. Если бы я был бы на кризисе, то можно было бы там пушить с ДДшек, врывать, но на Гиперионе надо стараться именно жить и от этого наносить как можно больше урона. Пока что мы коцаем всех противников, но добивать особо не добиваем, поэтому надо пробовать исправлять эту ситуацию. Падает оверка на центре. Пробуем ее сразу же забрать, реализовать. Отлично. Подбор за нами имеется. Так, здесь страйкер с Фаустом. Боже, насколько же жесткое это устройство, страйкер с Фаустом. Было бы у меня это устройство на моем основном аккаунте. Я бы просто бы с кайфом бы наваливал. Так, прожимаемся, но не очень круто, если честно. Прожатие у нас срабатывает, потому что весь противник у нас сразу пытается убегать, но даже при этом я успел троих поймать оппонентов. Так, ну и скрита, боже, 2-100. 2-100 скрита просто наносит это смока. Очень жестко, очень жестко. Противник уже начинает брать резисты от моей смоки вроде как, да? Или это только броник? Нет, резы уже есть, да? Уже 2 резиста от смоки взяли. Поэтому немножечко будет потяжелее в моменте сейчас нам реализовывать свое вооружение, но будем надеяться... Боже, Хантер просто в меня вжимается. Будем надеяться, что все все равно у нас будет работать. 14 киллов у нас уже имеется. 300 очков. 300 очков уже у нас в рамках этого боя. Неплохой результат. 40% овердрайва. Если бы у меня еще бы здесь бы драйвер был бы на викинга, было бы вообще шикарно. Так, ну и сейчас, по идее, совсем скоро должна начинать падать оверка у нас на центре, которую нам было бы очень неплохо попытаться законтролить. 70% овердрайва у меня уже имеется. Так, ну и Риг с Гелиусом меня здесь уносит. Оверка начинает падать. Начинает падать оверка. Так, пробуем. Нет, не пробуем ее забрать. Забирает ее Хантер. Ой, Хантер Хоппер вражеский. Но у меня уже и так 80% овердрайва, поэтому попробуем просто добить процент нашего овердрайва. 90% уже есть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хорошо, Хоппер сейчас не 3000 урона наносит. Так бы было бы прям супер больно. Так, ну и ОД-шка у нас уже появляется. 20 киллов есть, 8 минут до конца. Блин, ну здесь как будто бы в этой катке можно постараться сделать, ну даже, наверное, киллов так 40-50 может быть даже. Ну, конечно, 50 я разгоняюсь за много, но 40-очку я думаю, что постараться с этой катки выцепить точно можно. Овердрайв прожимаемся и реализуем его на двоих. Так, пытаемся здесь Фауста быстро забрать, но и у этого Хантера как будто прям моментально овердрайв накапливается. Не знаю, откуда он его берет. То ли это драйвер ему так быстро овердрайв накапливает, то ли он свои оверки в моменте юзает, потому что постоянно в меня он свои овердрайвы разряжает. Крит шикарнейший! На 1400 залетает. Супер. Так, пробуем накидать еще дополнительно. Хантера забираем. По безрезу просто жесть. Что творит эта смока по безрезисту. Насколько сильно апнули эту пушку. И до сих пор на ней особо сильно в матчмейкинге никто не играет. Но по балансу, по балансу, реально, сейчас смоки находятся в очень хорошем балансе. В очень хорошем. Я, честно говоря, на ней в последнее время особо много не играл. Но вот со вчерашнего дня на стриме мы начали ее реализовывать. И что я, что вот мы с Витальчиком катали, сказал Витальчик, что это просто какая-то лютейшая грязь, которая наносит очень много урона. Да, и то же самое устройство супер кумулятивное. Здесь даже не так сильно важны устройства на эту пушку, как сама пушка в балансе. Да, она поменялась очень сильно в балансе. Вот эта вот быстрая перезарядка и возможность наноски урона четко в цель. Да, вот исправление этого бага, которое приводило к тому, что вы половину выстрелов наносите просто в молоко. Сейчас дает возможность каждый бой давать по 40, по 50 килов. Да, не такое большое количество устройств и пушек сейчас на такие цифры вообще способны давать. Да. Так, ну и пробуем продолжать накидывать. По легким танкам так вообще очень приятно давать урон. По аресику здесь тоже добавляем. Пробуем его здесь тоже забрать. Хоппер шикарно улетает на респаун. У меня 97% овердрайва уже имеется. Ну и нужно пробовать реализовывать эту оверку. Хоть мы и проигрываем катку практически в салат, овердрайвы и количество моих киллов должно быть на хорошем уровне. Да, все-таки личный за счет на сегодняшний момент времени тоже немаловажная ситуация в нашей игре. Особенно, особенно, если говорить про нынешний матчмейкинг. О нем, кстати, я тоже в ближайшем будущем хотел бы записать видеоролик и высказать свою точку зрения по тому, как распределяется у нас, например, фонд. Потому что, по сути, сейчас, неважно, выиграю я или проиграю, все равно получу очень хороший кусок от фонда с точки зрения кристальной прибыли. Так, 5 минут до конца. Скорее всего, здесь будет досрочка. 36 киллов у нас уже имеется, но противник здесь, конечно, нас неплохо так уносит. По хоперу, ой, по хоперу, по хантеру покидаем тоже. Здесь вот этот самый противный страйкер. Нам надо было вообще этот резист от него брать. Этот страйкер прям очень много урона наносит. И зря, что я от него не переоделся. Но ладно, уже у нас осталось не так много времени, поэтому переодеваться, наверное, мы уже не будем. Так, ну, а урончик продолжим наносить. Притом, плотный урончик продолжим наносить по хантеру здесь добавить. 38 киллов. Да, то есть я вообще ничего такого сверхъестественного не сделал, но у меня 38 киллов. Просто 38 киллов. Сейчас посмотрим, сколько киллов у вражеской смоки. Потому что здесь боец тоже на смоке у нас играет. У него 26. 26. Тоже очень хороший показатель. У нас смоководов в команде нет. Но очень круто показывает. Сейчас смока. Поэтому я всем, ребяточки, советую попробовать поиграть на этой пушке. Попробовать потестировать. И более чем уверен, что вы будете довольны результатом, который сейчас эта пушка наносит. И даже не так сильно важное устройство, я повторюсь. Не так сильно важное устройство. Потому что я уверен, что даже со штурмовыми снарядами, с системой высокоточного прицеливания, вот с камулями, да, то есть с устройствами-закристаллами, у вас есть спокойная возможность делать большое количество киллов. 43 килла. 43 килла. Это я еще с Гиперионом. Да? С устройством... Ой, с дроном, который дает возможность мне чуть подольше пожить, а не больше наносить урона. Если бы я здесь о кризисе был бы, может быть даже получилось бы дать еще больше киллов. Так, ну у нас по итогу 138 киллов уже у противника. Двадцатка разницы. Ластовая реализация овердрайва, скорее всего, сейчас у нас будет залетать. И дальше уже противник с большой долей вероятностью эту карту закончит. Так, ну нам надо оверку реализовать. Желательно, наверное, даже прямо тут. Особо даже никуда не ехав. Просто вот так мы вжимаемся. Давайте пробуем набрить. Отлично, двоих сливаем. Троих. Блин, ну какая жесткая вот эта смока под овердрайвом. Боже, как же приятно накидывать урон со смоки, когда у тебя каждый выстрел под овердрайвом Викинга залетает по противнику. 50 киллов. 50 киллов. Просто 50 киллов за катку. Это очень сильно. Это прям мега сильно. Когда ты можешь так жестко накидывать и так круто реализовывать. Фауст. Мега имбовое устройство. Набивает 52 килла. Я набиваю на смоке новый. 49. То есть это, грубо говоря, с устройством за кристаллы. Да? И Фауст, как донатное жесткое устройство, набивает столько же. При том, что я еще в эту катку запикался не с самого начала. Шикарнейшая реализация. Поэтому, ребяточки, мой вам совет. Обязательно пробуйте, тестируйте и реализуйте смоку. Ну и, конечно же, поддержите данный видос лайком, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Ну и не забывайте про розыгрыш. Две недели, ребяточки, отделяет нас от итогов этого розыгрыша. Поэтому в настройках игры в аккаунтике устанавливайте ему личный такток ТМП. Дальше оформляйте покупку в магазине. Ну и заполняйте форму, которая есть в описании. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.